Самая дорогая мужчина, которая должна была быть символическим президентом, вдруг в последние месяцы своей президентской карьеры, своего президентского срока решила взять в руки флаг оппозиции. Так же, как она в первые недели шла с крестом. Помните, на праздник Инаума она устроила шествие. Сейчас она хочет уже устроить другого вида шествия и возглавить оппозиционный флаг. Насколько у нее получится, при том, что большая часть этой самой оппозиции, которую она хочет объединить на сегодняшний день, это те люди, которые ее не только критиковали, но и обзывали последними словами. Именно последними словами обзывали, причем и публично последними. Уж как они ее обзывали за глаза, а не в прямом эфире, это уже отдельная статья. Но публично они ее самыми непристойными словами и обзывали. А сейчас они все стояли вместе. И вы знаете, прошел слух месяца два-три тому назад, такой правдоподобный слух, как это в Тбилиси бывает, что обещали они ей, что вот придем большинством в парламент, если ты нам будешь помогать до выборов, потом мы тебя изберем опять президентом. Ну, я хочу напомнить, что осенью будут выборы президента уже не общенародные, а по уже вступившей силу конституции будет избирать парламент и некоторые структуры, то есть человек 300. И вот это, так сказать, обещание. И похоже на правду, потому что ее действия, по-другому даже объяснить трудно, откуда все это взялось. Такое вот стремление всех объяснить, что на нее совершенно не похоже. Видимо, такой стимул появился. Что человек, она весьма и весьма состоятельный, это факт. Это было видно по многим, так сказать, признакам. Я хочу напомнить, что более года с чем-то прошло, после того, как она уже была не послом Франции в Грузии, а министром иностранных дел Грузии. Такая метаморфоза была. И Сакафири тогда просил Ширака и так далее. И вот тогда министерство иностранных дел Франции в Париже на Кедорсе разродился скандал. Профсоюзы скандали. Оказалось, что она все это время получала огромную зарплату посла Франции. То есть, будучи министром иностранных дел Грузии, она продолжала получать зарплату посла Франции. Это, вы знаете, десятки тысяч евро. И был большой скандал. То есть, вот тут, так сказать, она своей хваткой, видимо, известна. Кстати, после 2017 года нигде не фиксируется ее декларация, которую должны сдавать все чиновники. Это связано с тем, что на президента ей не положено, или же она просто это так же не выполняет, как не выполняет требования Конституции? Для меня это сюрприз, потому что президент обязанный, даже сам Саакашвили сдавал декларации. Все, правда, были совершенно скандальные. С каждым годом его состояние бешено росло на какие-то там 800 тысяч долларов или даже миллион. И он никогда не указывал источник этих доходов, что было противозаконно. А вот тут, так сказать, конечно же, высшее должностное лицо, а это государственно-политическая должность, обязан на лицо сдавать декларации. Так что странно. Какие посылы, исходя из психологии, отправляют, так сказать, от себя в открытое пространство соломе вот этой своей одеждой, своими украшениями, своими демонстративно вот этими навешанными большими крестами? Она же вроде бы нерелигиозная и даже недавно оскорбила патриарха. И вдруг она вот эти огромные кресты, огромные брошки. Вы знаете, такой постоянный перформанс такой, знаете, ничего за этим такого, знаете, если была бы какая-то идея, идеология, вера в что-то. Я не говорю обязательно, так сказать, религиозная вера, но можно верить в какие-то там идеалы и так далее. Ничего этого нет. Есть постоянное стремление, уж я-то ее знаю, вот показать себя, вот так ей кажется, что вот, чтобы она всегда была видна. Что угодно нацепит на себя, и как угодно выступит, и что угодно скандальное скажет, вот чтобы вот, как хочу, так и сделаю. Вот такая дама, и, к сожалению, в свое время правящая группировка «Мечта» это не распознала, когда они ее буквально, ну, как сказать, протащили во втором туре президентом Грузии. И, между прочим, ваши прогнозы не оправдались. Вы тогда говорили, это 2018 год, что дама с ужасным характером, которой нельзя доверять. Да, да, дама с ужасным характером, которой никак нельзя было доверять. И что значит самое главное? Грузии достаточно большой урон и вред сумела нанести эта дама. Если бы она выполнила свои функции, худо-бедно, да, то президент такой вот парламентской республики, мы знаем, это высший арбитраж, это, так сказать, представительные функции, больше ничего. А тут она, нарушив грубеющим образом конституцию, что подтвердил наш конституционный суд, был импичмент, правда, не хватило голосов, естественно, у большинства, это должно было быть такое большое, очень, так сказать, большинство. Да, но импичмент был. Да, она грубеющим образом нарушила присягу президента. Все это скопилось, и вот так вот, сойдя со всех этих, так сказать, рельс, на котором должен был двигаться президент, который сохранял бы верность конституции, присяги президентской, вот она творит что угодно. Знаете как, она действительно сумела, нельзя отрицать, я постоянно смотрел на ее интервью, когда она бывала на Западе, нарушение конституции Грузии, заявляя, что она представляет страну и государство, и не имея на это никакое право по конституции Грузии. И вот ее интервью. То есть там она себя позиционировала, как такой, знаете, самоотверженный, так сказать, защитник свободы, демократии, в первую очередь европейскую и западную пути Грузии. Вот, дескать, вот прокремлевское правительство, это правительство ее избрало президентом, да, причем с трудом большим. Вот, так сказать, ведут Грузию в Россию прямо, прямиком, а она единственная, вот она гражданка Франции, она воспитана там, она сейчас борется вовсю, чтобы Грузия не свернула с этого пути, и осталась бы на этом прозападном, проевропейском пути. Она добилась того, что на Западе там нет ни времени, ни, так сказать, особой охоты вникать в детали и разбираться. Что вот вот такая у них картинка, что вот вам женщина, гражданка Франции, президент при этом Грузии, которая самоотверженно борется за все это, готова пожертвовать своей карьерой, пошла на то, что ее строили импичмент, это негодное прокремлеровское правительство. Вот такой вот нарратив, который также не имеет ничего общего с реальностью, как мы все помним, как это длилось буквально два года, что оказывается несчастного Саакашвили пытают в застенках, борят голодом, и медленные смерти умещают. Пока, наконец, дважды Старасбургский суд не подтвердил, что ничего подобного нет, а мы же все знаем. И сколько об этом было и сказано, и показано, что он там в роскошных палатах проживает, и, так сказать, птичье молоко ему вполне, так сказать, там доступно, все что угодно. И матушка при нем сидит, и две тысячи посетителей, и так далее. То есть ложь была невероятная. И вот тут то же самое. Но в это верю. Получается, что с какого-то момента, о чем западные интеллектуалы, кстати, на Западе, честные, видные ученые, пишут откровенно и, так сказать, с большой горечью, что Запад вступил в эпоху постправды, что фактов и правды, как такое, как бы нет. Это улетучилось. А главное вот такое перформанс, главное это пиар, говори что угодно. И что получается? Что они принимают законы куда жестче теперешнего грузинского закона. Куда жестче? Не сравните. Вот по тем всем санкциям, которые можно применить по их законам, да? Но нам это можно, потому что вот мы против таких стран, каких-то недопократив, а вот вам нельзя, потому что вы от нас финансирование этим хотите запретить. Ничего этого нет. Единственное, что очень важно, и что-то, так сказать, очень скверно получается со стороны Запада, там же речь идет только о прозрачности. Ты заполни декларацию, ты покажи от кого-то, что получил и как потратил, и действуй дальше, никто тебя не закрывает и не думает какие-то там проблемы учнять. Как же ты против прозрачности? А когда правительство неоднократно обращалось, хоть аккредитированным в Тверисе дипломатам, хоть вообще к западным деятелям, к Европарламенту и так далее. Вот закон, небольшой там, шесть страничек, вот его пункты, переведен на все языки, сами могут перевести, сверить, да? И вот по пункту, вы нам скажите, что плохо. Мы готовы рассмотреть, мы готовы принять сведения, ни разу этого не было сделано, полный отказ. А мы слышали что-то невероятное по сравнению с тем, что проглашаются западные ценности, говорить, что нет, мы не читали этот закон и читать не собираемся. Мы вам говорим, что это закон кремлевский, извольте принять, что это кремлевский закон. И отменить. Есть шанс того, что начнутся переговоры в декабре о вступлении Грузии в Евросоюз? Или же эта тема для грузинских властей на данном этапе уже не актуальна? Вы знаете, это был такой блеф и обман. И особенно меня огорчило, когда западные дипломаты, деятели, в том числе стоявшие на митинге и во время Дня Европы в Грузии, вот так вот, как сказать, подло обманывали народ. Я прямо скажу, что именно так и было. Потому что, ведь все они знают, и в частных беседах всегда подчеркивалось, когда мне доводилось беседовать, и мне, и кому угодно, что пока территориальная целостность Грузии не восстановлена. И более того, Россия, Россия, постоянный член Совета Безопасности, и он с правом вето, она признала Абхазию и бывшую Южную Осетию независимыми государствами. И там размещены, после военно-политической, кровавой авантюры Саакашвили в 1938 году, размещены мощные военные базы с оружием, с ракетами, с танками и так далее, и с контингентом военным. И вот со всем этим хозяйством кто-нибудь думает вообще о членстве Грузии, хоть в Веруссоюзе, хоть НАТО, или о переговорах по членству? Этого же вообще и быть не может. Сколько раз нам это было сказано, да? А вот тут заявлять, что вот мы сейчас расширяемся, и вместе с вами, то есть вы вступите, ну, если, так сказать, вы отозвете этот закон. Оказывается, закон мешает. Так закон же можно за один день отменить. И ничего от этого не изменится, потому что никто никогда не будет рассматривать даже, не только переговор вести, никому в голову не придет о таком реальном членстве Грузии. Вот статусы выдавать, это пожалуйста. Аспирант, аспирант с плюсом, с двумя плюсами, кажется, с тремя плюсами. Потом, наконец, это все оставили, потому что смешно уже было. И потом уже ни разу это не рассматривалось, и постоянно это ушло как-то, так сказать, со стола ушла эта бумажка. То есть статус члена-кандидата, члена, да, это мыльный пузырь. Это в случае Грузии это даже хуже, чем мыльный пузырь. Это такая морковка, которую подвешивают перед носом у людей, особенно молодежи грузинской. И, дескать, идите, 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 знаете, вот идет несчастный осел, и перед ним морковка, постоянно удаляется от него. Вот это такой статус. Сколько лет у Турции был такой статус, да? Ну, там другое, скажем, положение. Тем не менее, был статус кандидата и всплыл. Четверть века, да? То есть статус сам по себе ничего. А вот членство, тот, простите, тот надо выполнять очень жесткие условия, включая и территориальную целостность государства, и делимитацию, и демаркацию границ. Все это должно быть в ажуре. Почему бы властям правду не сказать населению, нашим властям? Сколько лет, сколько лет я... Дело не в законе, а дело вот в этом целом списке проблем. Косвенно говорят. Несколько раз в последний день было сказано, что сейчас, все эти годы, когда вот такая ситуация, территориальная целостность нарушена и так далее, говорят. Западные деятели не говорили о том, что вот пока у вас такое положение, разговора не будет. На конференциях было сказано несколько раз. Как-то президент Обама сказал, ни Грузия, ни Украина даже не стоят на том пути, который может привести эти страны в НАТО. Цитирую, да? Тогда был большой скандал Грузии. Как же он такое сказал? А вот того, чтобы указать на прямую причину, это только Саакашвили сделал в одном из интервью, который сказал, что после того, что произошло в 2008 году, нас, конечно, никуда никогда не примут. Вот он сказал. О западных деятели не говорят. То есть Саакашвили всю правду знает, естественно? Конечно, знает. А у него еще та особенность, что в разных ситуациях он может сболтать что угодно, в том числе о членах своей семьи. Это не раз, так сказать, случалось с ним. И вот это он сказал в интервью с известным очень западным журналистом Олсборном. Он сказал, что надо признать, что после того, что вот так вот в 2008 году так все закончилось, нас сейчас никуда никогда не примут. Вот это вот сейчас такой тест прошел, на самом деле, такое испытание, что мы увидели. Мы увидели, что внутри правящей партии, группы никакого раскола нет. Наоборот, больше единства и сплоченности это явно видно и по голосованию видно. Из все три чтения и потом преодоление вето и так далее подтвердило. Среди силовиков правоохранителей никакого раскола нет. Сравните с революцией Рос, когда, так сказать, все они выходили на трибуны и говорили, что вот они, так сказать, будут с народом и все такое в этой революции. Ничего этого нет. Вот. Фискальная политика, налоги и все такое на самом лучшем уровне, который был в Грузии. У нас же экономический бум. Это признает виднейшие финансы международной организацией, что Грузия, так сказать, сейчас такой период. Борьба с бедностью, так сказать, вынчалась тем, что самый низкий уровень сейчас в Грузии людей с низкими доходами за всю историю после разглашения зависимости. По доходам на душу населения Грузия обогнала соседний Азербайджан. Это не имея ни газа, ни нефти, да? И вот такие показатели пошли, и, видимо, у части молодежи появилась такая возможность целый день и ночь, ночь сидеть в ночных клубах, а днем ходить на демонстрацию. Видимо, такая прослойка появилась. Ну что ж, по количеству частных машин Филиси вышел на одно из высших мест в мире, в пересчете на количество семей. Вот такой вот экономический бум. И на этом основании я думаю, что пока что о дестабилизации говорить не приходится. У нас что происходит? Соберутся, скажем, ну скажем, вот 10 тысяч человек. Для города с полтора миллиона населением это немного. Но, учитывая рельеф, учитывая узость проспекта Руставели, учитывая, как работают операторы нацистских телевидений, а их три мощных и еще несколько, да? Это все создает, что вот хлынул народ, вот, так сказать, окружен парламент, вот что-то творится. А на самом деле это именно мыльный пузырь, пшик, и ничего не стало. Вот куда все это делось, да? Говорили, что... Говорили, что... Говорили, что... Совершая нашу беседу, вот еще раз если резюмировать Салумезу Рабишвили и ее роль во всей этой истории. Удастся ли ей напортить дело стране членом и частью, которой она себя так и не посчитала до парламентских выборов и до окончания срока ее полномочия. Знаете, так вот масштабно не удастся? И знаете почему? Причины две. Первое, что она совершенно антихаризматична и по отношению к, так сказать, широким слоям населения, но и к тому политическому спектру политиканов, которые вокруг нее. Они же ее терпеть не могут. Они же не изменили свое мнение. А она вот как-то идти на компромисс, уметь ладить с людьми, так сказать, соединять их, это она совершенно не может. Вот разобщать и вызвать какие-то там коллизии, это запросто, это в ее характере. Так что тут единственного быть не может. Второе, у них никакого нет абсолютно, никакой ни идеи, ни платформы, никаких политических принципов, идеалов или целей, кроме одной. Захватить власть любыми средствами для своего личного обогащения, в первую очередь. То есть власть нужна этим людям, а там сколько мультимиллионеров, мы же знаем, хоть банкиры, хоть, так сказать, до сих пор сохраняющие монополии, олигополисты, мультимиллионеры среди них. И вот им власть нужна, чтобы обеспечить свою безопасность политическим путем и для того, чтобы еще большую ренту стричь с нашего населения. Это люди, которые стали мультимиллионерами, изымая деньги всяческими путями, в основном противозаконами, из наших карманов. И вот они сейчас там стоят, а их объединить очень трудно, Соломи это не сможет.